У нас у власти должен работать эффективно и полномочный по защите бизнеса. Бизнес дорвался до микрофона, предприниматели жалуются, омбудсмен не работает, налоговики лютуют, а север с его отпусками и надбавками место для бизнеса неблагоприятное. Услышал ли их в Рио губернатора и как планирует вновь запускать двигатель экономики региона? С тряпками, вот в этом дерьме, простите, захлебывались просто. Что нам стоит штаб построить или жилищно-коммунальное хозяйство теперь под контролем? Снег больше не проблема. Почему коммунальщики активизировались только с приходом нового губернатора? Эффективна ли их работа и во сколько обойдутся нам с вами оштрафованные управляшки и очищенные дворы? Здравствуйте! На часах 20.03 вы смотрите настоящий северный телеканал ТВ 21+. На календаре 5 апреля, пятница. В студии для вас работают Татьяна Куфенко. И Сергей Ширяев. В эфире очередной выпуск информационно-аналитической программы «Вовремя». Наша программа – это уникальная площадка для обсуждения. Каждую пятницу мы приглашаем вас вместе с нами подвести итоги недели. Сегодня, как и всегда, мы работаем в прямом эфире и предлагаем вам звонить нам в студию по телефону 230892, код Мурманска 8152, если вы звоните из области. Также пишите нам под прямой трансляцией в паблике ТВ 21 в ВК и смотрите эфир на Яндекс.ТВ. Что ж, переходим к первой теме. В Мурманской области с приходом в Рио губернатора Чибиса появился оперативный штаб с длинным названием. По наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов. Возглавили его министр энергетики и ЖКХ Владимир Гнаевский и глава государственной жилищной инспекции Алена Кузнецова. Ну и словно по мановению волшебной палочки из города начал исчезать снег. Но коммунальная сфера уж слишком непроста. Проблема везде. Давайте посмотрим сюжет и вспомним, что происходило в домах и на улицах на этой неделе. У нас близится весна, но ситуация во дворах многих наших городов, ситуация с обслуживанием домов, уборки подъездов, освещенности дворовых территорий и ряда улиц наших муниципалитетов, она безусловно является неудовлетворительной. Эта неудовлетворительная ситуация в ЖКХ, обозначенная Андреем Чибисом в начале прошлой недели, уже на следующий день привела к трагедии. 26 марта ледяная глыба сорвалась с крыши дома на рыбном проезде 8. Попавшая под удар женщина скончалась в больнице. А днем позже началась масштабная уборка снега. Никто не хочет проблем ни с ГЖИ, ни с другими контрольными проверяющими органами. Чтобы не было проблем, снег стали убирать даже там, где этого никогда не делали. Но бесснежные времена продлились недолго. К концу прошлой недели запал коммунальщиков поостыл. Понедельник двор на Челюскинцев 31 завален снегом. Его сбросили, пока в пятницу чистили крышу. Убирать приехали спустя несколько дней. Сегодня, вот смотрю, тропинка есть. А так все здесь было завалено. Дворника у нас вообще нет. Не было? Не было. Больше года уже нет. Пришел, вот как-то почистили и опять пропал. А вот снова центр Мурманская улица Октябрьская. Здесь от падения сосулек с крыш пострадали три автомобиля. Один получил минимальные повреждения, а вот двум другим досталось больше. Разбиты стекла, детали кузова, смяты крыша и багажник. С тряпками, вот в этом дерьме, простите, захлебывались просто. С улицы в квартиры, дом на Жуковского 10. Целую неделю жильцы вынуждены бороться с текущей канализацией. Содержимое унитазов льется через край, затапливая квартиры на первом этаже. Вот боролись пять дней, пять суток. Я не спала пять суток, я их ждала. Аварийную службу. Страшно просто. Фекалии все, они ползли, ползли, ползли. И почти вот каждые сутки я не спала, убирала, что делать. Ситуацию не исправили до сих пор. Грязная вода прибывает, а квартиры приходят в негодное состояние. Вот смотришь, и пока не получается расшифровать абблигатуру ЖКХ. Жить, как хорошо. Но давайте разбираться по порядку. В нашей студии министр НРД и ЖКХ Владимир Гноевский и глава госжилинспекции Алена Кузнецова. Добрый вечер. Здравствуйте. Рада видеть вас в студии. Ну, а прежде чем мы начнем разговор, я обращусь к нашим зрителям. Расскажите, как обстоят дела в ваших квартирах, дворах, на кровлях. Изменилось ли что-нибудь за эту неделю? И считаете ли вы эффективной работу штаба ЖКХ, организованного по инициативе Андрея Чибиса? Звоните по телефону прямого эфира и пишите под прямой трансляцией ВКонтакте. Ну, у меня сразу вопрос. Вот трудно не заметить, что все-таки изменения начались. Все, мне кажется, ну, за исключением, наверное, тех людей, которые у нас были в сюжете, поняли, что... Дорогу вот неподалеку от моего дома впервые за несколько лет почистили. Да, и у меня, кстати, тоже во дворе чисто. Вот большинство зрителей пишут нам в комментариях, а что, так можно было? Вот у меня в связи с этим вопрос. Почему, чтобы активно, чтобы начать активно работать, нам понадобился, как сейчас говорят, варяг Чибис? Почему без него этого не происходило? Ну, ответить, почему без него не происходило. Он сумел консолидировать всю работу муниципалитетов, правоохранительных органов, возглавливали работу правительством Румынской области, был создан штаб, и мне было поручено его возглавить. Алена Александровна, как главный жилищный инспектор, со своей стороны, как надзорный орган здесь помогает. Активизировались и включились в работу активнее муниципалитеты, для того, чтобы всеми этими силами надзорные правоохранительные органы, муниципалитеты, муниципальный контроль и активная позиция еще и жителей. Мы сумели быстро организовать горячую линию, которая уже прошла тысячное обращение. Конечно, обращения идут не только по уборке, идут обращения и по протечкам, и о других вещах. Нет горячей воды, нет отопления, мы параллельно всем этим занимаемся. А дальше самое главное, наверное, во всей этой работе – это контроль. Если сегодня контролируют, выходят округа в городе Мурманске, в муниципалитетах, каждый день на территории управляющих компаний, фиксируют, сколько работает людей, сколько техники работает, где не работает. Затем мы проводим в режиме раз в три дня, раз в неделю, собираем в очередной раз управляющие компании. По городу Мурманску я провожу по муниципалитетам, очень надо по муниципалитетам, видеоконференции. Тогда начинается эффект. Управляющие компании понимают, что от них уже сегодня не отстанут. И вот это, наверное, самое главное, что сегодня со всех сторон проверяют их финансово-хозяйственную деятельность. Потому что у них была отговорка. Мы заключили договор, да, у нас есть подрядчик, вот он плохо работает. Сегодня проверяют, какие деньги платятся подрядчику, подписываются ли эффективные акты, воруют ли деньги население за благоустройство, то, что записано в договоре управления двора. И сегодня, когда цепочку всю связали, правоохранительные органы, организация работы в честь наведения порядка контроля каждый день, то управляющие компании понимают, что к ним уже приходит ответственность. Куда дели деньги население? И уже отпихнуться от нас, что у меня есть подрядчик, который чистит кровлю, у меня не своих плотников, у меня есть подрядчик, который вывозит, убирает снег, уже не подойдет. Так воруют деньги или нет? Это уже разберутся правоохранительные органы, да? Да, конечно, правоохранительные органы, да. Но сегодня такая работа по городу-герою Мурманску уже началась. И на сегодня, когда мы проводим штаб в бочном режиме, надо понимать, вот больше всех обращений по городу Мурманску, понятно, размеры города, то управляющие компании уже понимают. Им задают всего три вопроса, не надо нам рассказывать долгие истории. Первое, сколько скатных кровель, график уборки, сколько убрали, сколько работает, когда закончите. Сколько дворов, когда очистите проезжую часть. Второе, когда вы везете снег. Третье, убираете кровли, завтра должны убрать сосурки, которые во дворе. Чтобы не было, как в сюжете. Да, чтобы не было, как в сюжете. Дальше, горячая линия все это берет на вооружение. Мы транслируем из горячей линии напрямую главам администрации фотографии, адреса, обратную связь, телефон, для того, чтобы все это организовать и начать работать. Алина Александровна, куда уже ГЖИ сходило за время работы штаба? Что уже нашли? Да, на самом деле, действительно, у нас в дополнении к обычным, у нас же и так не бывает мало жалоб, у нас в дополнении к обычным еще поступило, в основном получилось, что к нам поступило еще дополнительно большое количество обращений, которые уже касаются почищенных крыш. Это протечки, каких-то других ситуаций, которые касаются именно конкретных домов. То есть уже счет идет дополнительных вот этих проработок еще без обращений уже на десятки. То есть это действительно та ситуация, когда на самом деле вот эта система, правильно, система контроля, и то, что все объединились, потому что какой бы ни был один орган, мы всегда говорим о том, что 9 тысяч домов, никакого одного отдельного надзорного органа, будь то ГЖИ или прокуратура, например, областная, куда тоже много обращений, не поставишь проверяющего каждому. Но когда вот сейчас мы все систематизировали и включились все, и у нас сейчас информация есть со всех сторон, то есть мы фактически дополнительно еще перепроверяем информацию, и мы фактически сейчас еще выходим на тот уровень контроля, который у нас в муниципалитетах, там, где мы, например, приехали, зафиксировали нарушения, это, например, зачастую в том числе и в других муниципалитетах, то мы сейчас видим уже подключение муниципалитетов к решениям этих проблем. То есть в текущей кровле еще дополнительно как-то включается муниципалитет, вот я заметила в части муниципалитетов, как собственник, например, части домов. Поэтому вот эта системная работа позволила нам еще обработать еще дополнительные жалобы, которые поступили на горячую линию, несколько десятков, которые не касаются конкретно снега. Потому что то, что мы всегда говорили, у нас 7 человек, мы не можем выехать на все 9 тысяч домов, это нереально. Ну и в принципе у нас снег – это вот к правилам благоустройства. Мы сейчас организовали муниципалитеты для того, чтобы они вот эти правила благоустройства проверили, и мы им пообещали, что если у нас будут нарушения, то тогда уже ГЖИ своим лицензионным контролем, то, что мы и раньше говорили, то есть только сейчас это в системе, дополнительно поможет по конкретным управляющим компаниям. И вот это объединение государства и муниципалитетов, плюс перепроверка, плюс понимание, что это неизбежно, не позволит управляющим компаниям сэкономить деньги на вывозе снега. Ну вот сейчас я подолью, я хочу подлить немножко, не могу сказать, что ложку дегтя, вот весь этот медовый буквально прекрасный рассказ. Непостоянная рубрика нам пишут про ЖКХ. Папанина 7. Управляющая компания не выполняет обязанности по обслуживанию дома. Фотографии жуткие. Мужи СК, Кольский 108, горы и снег не убирались никогда, огромная лужа 051 не работает, Жуковского 4 вообще нет управляющей компанией, Невского 96, Севжилсервис вообще отказались от нашего дома, содержать он проблемный. Да мне, пожалуйста, я специально покажу эти фотографии. Вот посмотрите, какой вот здесь кошмар. На оператор, наверное, не сможет. Зрители смогут это посмотреть, группа ТВ-21. Это ужас какой. Коллеги, ну это внутри дома. Коллеги, что я хочу сказать. Не хватает. Решить все не получится. За 10 дней не совершим подвиг и не вычистим дворы до идеала, до асфальта и не вывезем снег. Может его и нецелесообразно вывозить. Главное, чтобы он людям не мешал. Можно складировать где-то там... За углом. Ну не за углом, да. Есть места, где можно действительно складировать. Проблема ведь в чем? Что за 10 дней вот столько техники и ресурса невозможно привлечь одновременно. Но самое главное, да, первое, да, что управляющие компании издвинулись с места и начали работать и не экономят деньги наши, собственников, да, на содержание дворовых территорий. А вот насчет неэкономить деньги. Вот здесь есть другая сторона может быть. Да, в прошлой неделе на этом же месте у нас сидел Максим Белов, который в Думе представляет как раз-таки сферу ЖКХ, он председатель комитета, и сказал нам следующую вещь, что теперь, несмотря на то, как все активизировали, стали чистить снег, и город, казалось бы, стал лучше и чище, но теперь у нас будут гигантские счета за это. Нет, нет. Это действительно так? Не так. Нет, это не так. Собрание собственников определило для себя стоимость содержания ремонта. Никто поменять в одностороннем порядке не может. Много они работали, меньше они работали. Это будет меняться на очередном собрании. Так, друзья, если вы увидели у себя большие счета за уборку снега, то не нужно ничего оплатить. Не имеют права вообще предъявлять даже такое. Так, квитанция одна, содержание и ремонт. Туда все входит. Поэтому никаких счетов дополнительно не придет. Если придет, то, ну, я не знаю, это надо додуматься. Даже и пускай, да, это, во-первых, надо додуматься до этого, да, и быть безумным. Мне кажется, здесь можно еще дальше распутывать этот кулок. Хорошо, обычно управляшки жалуются на то, что денег действительно не хватает. Да, можно повышать цены через соглашение собственные, когда они согласятся. Но на данный момент им надо откуда-то брать деньги. Они их, вот, не знаю, откуда берут, чтобы вгонять эту технику. А же им не дают, и получается, что это замкнутый круг. Нет, у нас управляющие компании в одночасье банкротами не станут. Смотрите, не станут. Смотрите, мы, когда проводим в администрации города там живое общение с управляющими компаниями, их 60, да, приходят на совещание. Мы задаем вопрос, какая собираемость у вас по домам? Все заявляют 95%. Да, это хорошая собираемость по домам. То есть наши жители платят. Да, в среднем цена за метр квадрат, там, за уборку, по договору управления 3 рубля за метр. Вот с того там 28, там, 30 рублей за содержание и ремонт. Можно умножить, да, там, на дом и понимать, сколько в месяц платится вот на все эти вещи. Платится круглый год. Зимой и летом одинаковая цифра. Как из-за тепла 1-12, да, но на сегодня управляющая компания, если она грамотная, она планирует свою работу. Я вам больше хочу сказать. У нас есть успешная управляющая компания, и мы должны об этом говорить везде. Вы говорили, а как найти управляющую компанию, которая хорошая? У нас есть успешная управляющая компания. А вот назовите, давайте тройку, может быть. Это уже на правах рекламы, не надо. Да, это скорее реклама. Пока их будет топ-3, это уже не надо. Вот еще, мы для себя решили, что мы о них будем говорить, да, о том, чтобы говорить о том, что у нас есть успешная управляющая компания. Ну вот, сейчас есть возможность. Ну назовите, нам, Сергеем, тоже интересно. Топ-3. Да, давайте топ-3. Наверное, Алена Александровна об этом скажет. Да, я вот как бы немножко. Ну, я на самом деле даже не буду называть, потому что каждый раз, ну, во-первых, действительно это реклама, а во-вторых, я хочу сказать, тогда можно... Вы боитесь, они хуже начнут работать. Да, вот, кстати, вот этот эффект, это было уже несколько раз. Хорошо. Давайте я приведу на себе примерно. Да, я живу, дом у меня на старости на 67, живу обыкновенно в девятажном доме. Вот у меня управляющая компания, да, работает прекрасно. ТСЖ. Но ТСЖ, которая наняла управляющую компанию в том числе. У меня отремонтирован подъезд, да, у меня вывозится снег, не потому что я там живу. Да, вывозится снег везде, в тех домах, где работает этот ТСЖ и управляющая компания. Люди сами пришли, как вы говорите, у меня был соседний подъезд, другой ТСЖ. Они пришли, попросили к нашему ТСЖ, присоедините нас, возьмите нас, горы снега, лужа, не пройти весной. Сегодня там все хорошо. Алёна Александровна, давайте сейчас людям как раз-таки сообщим о том, что люди сами могут выбрать свою управляющую компанию. И не просто ходить и оббивать пороги, писать различные заявления. Мне кажется, можно довыбираться. Выбрала одну, она тебе показательную площадку поставила, а потом ушла с хорошего списка. Что нужно сделать, чтобы не ошибиться с выбором? Ну, во-первых, хочу сказать, что вот есть примеры, когда, например, дом дружный, да, то в этом случае, ну, уже готов, да, были такие случаи, у нас такие дома, в принципе, вот, мы много общаемся с жителями, и у нас были такие дома, которые в итоге уходили от управляющей компании в ТСЖ. И это, на самом деле, зачастую правильная схема, когда организуют в ТСЖ, есть какой-то активный человек, и он же не занимается всем, он нанимает управляющую компанию, ту, которая ему действительно окажет качественные услуги. Чаще всего схема такая, потому что в ТСЖ все организовывало, делать у себя дворника, сантехника, слесаря, электрика, в ТСЖ это тогда получается очень дорого, они нанимают. Это первая схема, да, первый вариант. И такие случаи очень хорошие, на самом деле, большая часть именно такая. Что касается управляющих компаний, действительно, и я просто хочу сказать, вот пример там Жуковского, 4, да, вот такие дома, нет у нас брошенных домов, есть просто те, которые действительно находятся на обслуживании, их, правда, никто не берет, вот, и связано это со сложностью дома, есть такие проблемные дома. Наверное, тут нужно задумываться, да, может быть, там, может быть, он уже близок к аварийности, может быть, еще какие-то ситуации. Вот, но тот дом, который достаточно обычный, стандартный, да, ничего там сверхъестественного. Но, например, все время нет двор. Есть инициативная группа, но есть проблемные управляющие компании, и она уже всех достала. Мы говорим, вот, просто советую жителям, вы посмотрите, пожалуйста, в своем районе, например, там, где, ну, дома какие-то, пройдите, вот вам нравится, где, как содержат, да. Вы можете либо на стенде посмотреть, какая управляющая компания, потому что всегда есть от хорошей управляющей компании стенд, либо найти этот адрес в реестре лицензии. На сайте ГЖ есть реестре лицензии всех домов. Соответственно, вы заходите, находите этот адрес, который вам понравился, там есть вся информация по управляющей компании. Адрес, телефон, фамилии, имя, отчество директора, контакты все есть. Пожалуйста, обратитесь, вас есть и минимум три человека, это вы уже инициативная группа, это та инициативная группа, которая побудит управляющую компанию с вами разговаривать. Потому что один недовольный человек, это, скорее всего, да, как бы вопрос там такой. А три человека, это уже какая-то группа, которая может стать инициатором. И вот если компанией, вы поговорите с ней, договоритесь, и она будет готова брать ваш дом, то тогда в этом случае она будет сама проводить собрание. Вам не нужно будет проходить, вот всех больше всего пугает, а как я проведу собрание, да, собственников. Это же просто ужас, как трудно, сложно, я ничего не знаю. Обращайтесь практически за все инициативные группы, помогая проводить управляющие компании. Причем обычно это два собрания. То есть первое, это такое, скажем, информационное, когда управляющая приходит, начинает разговаривать с большим количеством жителей. И, соответственно, второе, это как раз уже голосование. Вот достаточно такой, мне кажется, что несложный рецепт, потому что это гораздо проще, чем ходить все время, как бы в плане, ну, как бы и говорить о том, что меня компания не устраивает. Я просто сама еще до прихода в ГЖИ, да, у меня не получилось организовать ТСЖ, у меня 144 квартиры, и это очень сложно объединить, такой огромный дом. Но попытка смены управляющей компании очень хорошо не выбралась. Тоже почему? Потому что у нас стала лучше работать та компания, которая была. То есть она как бы вцепилась в дом, да, и стала, в принципе, поняла, что 144 квартиры – это много, и она не хочет нас отпускать. Поэтому, в принципе, дорогу осилит идущие. Еще пишут нам под прямой трансляцией ВКонтакте, Катерина Тропина, вот, опасается, потому что штаб работает, могут прилетать управляшкам штрафы. Из чего карманы оплачивают штрафы, понимает Катерина, что, в общем-то, из того, что платят жильцы. Да, как раз по поводу штрафов. Во-первых, у нас, в принципе, ну, вообще, на самом деле, вот у ГЖИ есть принцип, что мы стараемся, во-первых, не штрафовать, те, которые у нас более-менее нормально работают, за само нарушение. Мы выдаем предписание, да, потому что штрафы лицензионные очень большие, и приди, посмотри, и вот найди мусор, условно говоря, на площадке, за это там 200 тысяч – это много, да, там 150 тысяч – вот штраф лицензионный. Это первая часть, то есть не исполнил, выдали предписание, не исполнил тогда штраф за неисполнение. Второе, мы стараемся штрафовать директоров, то есть исключительно должностных лиц, для того, чтобы… У нас есть такой директор, правда, у которого уже 5 миллионов личных штрафов, да, арестованное имущество и так далее. Но это тогда тот долг, с которым человек сам потом разбирается. И на самом деле, как бы, ну, это в любом случае на человека должно давить. Поэтому, во-первых, у нас нет такой цели. И второе, главное, наверное, что я хотела бы сказать про штаб. Штаб работает сейчас не в режиме стандартных проверок, жалоба, проверка, штраф, да. То есть он отрабатывает, почему я говорю про обратную связь, и это очень важно, да, как раз получение обратной связи. Мы побуждаем, то есть выдаем требования без проверки, без выдачи каких-то, ну, выхода на какие-то штрафные санкции. То есть это фактически выдача требований превентивная. Предостережение либо требование. Мы и раньше пользовались этим инструментом, но просто так, как там фактически нет штрафных санкций, да, нужно, как правило, все равно выходим на проверки. А сейчас мы работаем вот в таком превентивном режиме, который не грозит на самом деле штрафами, но мы понимаем, что у нас есть когда жалобы, и управляющая компания понимает, что ей дешевле все-таки, несмотря на всю дороговизну вывоза снега, ей дешевле сейчас вывезти этот снег, чем мы выйдем на проверку, и потом тогда уже наложим штрафные санкции. Вот в этом смысле как раз штаб, он немножко другой. Остается не так много времени. Хочу спросить, штаб с нами надолго? Ну, смотрите, первое. Срок годности есть июнь. Понятно, что не все... По приказу 30 июня. Не все дворы мы очистили, как ожидали от нас жители, не везде мы вывезли снег, но вот то, что мы встряхнули управляющей компанией, и они сегодня знают, первое, сколько у них скатных кровель, какие скатные кровли, наибольшую опасность для жителей, это скат на тротуар, сколько у них подъездов, они все это выучили сегодня наизусть. Они знают уже, сколько у них дворов, мы спрашиваем, а сколько у них дворников, у нас изначально не знал директор, сколько у него дворников работает. Жаль только, что это не гарантирует того, что они теперь все будут делать как надо. Далее, смотрите, на сегодня прорабатывался вопрос усиления ГЖИ нашего, для того, чтобы не скучали наши управляющие компании. Второе... Скажи, что бизнес мучают. Вот бизнес мучают, а бизнес мучают жителей, понимаете? У нас замкнутый круг, бизнес нельзя мучать, а мы мучаемся все. Мы будем уходить от конфликта интересов, и делать так, чтобы мы бизнес не давили, а чтобы бизнес качественно работал. Мы же не выгоняем его из рынка. Взял обязательство, выполни, пожалуйста. Вот и все. Не надо вот... Ничего сверхъестественного. Они все прекрасно знают требования законодательства. У нас сегодня поставлены уже, Андрей Владимировичем, три задачи, которые мы начинаем уже решать на той неделе. Пока не сошел снег. Уже буквально во вторник мы будем проводить совещание с муниципалитетами. Это как мы будем наводить порядок. У нас есть уже контрольные точки, когда мы будем собираться. Снег растаял, дальше видим, что происходит. Бумага, мусор, отходы наших животных, собак. К сожалению, с кулечками у нас никто не ходит из наших жителей. А надо это делать. Это член семьи, собачка. Но за счетом семьи надо убирать. Это содержание площадок ТКО, где контейнера. То есть у нас на сегодня уже мы наметили штурм и продолжение работы. Ну, уже, наверное, не штаба, а переходить немножко в плановый режим. Это приведение в порядок весной всех городов Мурманской области. Это основная задача. Мы должны с ней справиться качественно. И опять же здесь большая работа за управляющими компаниями. Мы уже им сейчас говорим. Сколько у вас мешков, сколько людей. Я вот работал начальником ЖКО. Я знал по имени и в лесу каждого дворника. А человек-директор не знает, сколько у него человек работает. Хорошо, если он вообще их видел. Еще напоследок буквально пара сообщений. Леночка Соловьева пишет. Совести нет, завалили все полисадники до третьего этажа. Напишите, пожалуйста, где это. И в ГЖИ обязательно напишите. Ну, я думаю, что даже надо позвонить на горячую линию. Это будет наиболее оперативный, бесплатный телефон и оперативная реакция. Александр Боряев. Мне дом платит 60%. Я плачу, а услуги не получаю. Ответ один. Как платите, так и оказываем услуги. Тоже сообщите адрес, пожалуйста, Александр. Очень интересно. Ну и горячая линия, о которой мы уже сегодня несколько раз говорили. Ну что ж, спасибо большое, что пришли. Будем следить за работой штаба. Обязательно. Вот такая у нас журналистская судьба. В нашей студии были министры энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский и начальник госжилинспекции Алена Кузнецова. Прямо сейчас небольшая реклама. Сразу после будем говорить о том, как в Рио губернатора встретился с предпринимателями. Не переключайтесь. В прямом эфире программа «Вовремя» на ТВ21+. В студии по-прежнему Сергей Ширяев и Татьяна Куфенко. Мы продолжаем. В Рио губернатор Андрей Чибис продолжает активно работать в регионе. На этой неделе он приятно удивил сообщества предпринимателей. Во-первых, тем, что встретился с ними. Ну а во-вторых, тем, что выслушал все, что их волнует. Давайте посмотрим, как это было. Формат сегодняшнего разговора доселе невиданный. Открытый микрофон. Любой может взять слово и пожаловаться. Надеюсь, мои коллеги по правительству никого не прессовали, что можно говорить, а что нельзя. То есть максимально открытый разговор. На встрече стало заметно, что предпринимателям давно не хватало прямого общения с представителями власти. Вопрос за вопросом и каждый напряженнее другого. Первый вопрос у нас, который сейчас существует, это неконкурентоспособность нашего производства, ну и любой услуг, связанных с повышенными расходами на оплату труда. Бизнес пожаловался Чибису. В условиях Арктики с северными отпусками и зарплатами сложно производить продукт с конкурентной ценой. Отменить льготы своим работникам никто не просит, но намекают, что было бы неплохо с платежей сотрудникам, трудящимся на Крайнем Севере, снять налоговую нагрузку. Это предложение в Рио губернатора пообещал подготовить и вынести на обсуждение в федеральном правительстве. Тем временем лавазерские предприниматели пожаловались на повышенное давление со стороны налоговиков и особенный интерес к тому, что обычно УФНС не должно волновать. Допросы, допросы, в том-то и дело. Дошло уже до абсурда, можно так сказать. В нашем конкретном случае у нас вызывали даже родителей на допрос. Да, да, даже родители, это 70-летние пенсионеры. Нам необходимо сообщить информацию за 2017 год конкретно, на каком транспортном средстве к нам приехали туристы, государственный регистрационный знак, марку автомобиля, количество мест и цвет. Ну, не смешно на самом деле. У нас у власти должен работать эффективно полномочный по защите бизнеса. Как вовремя нашего полуночного по защите? Барышев. Не работаем? Нет. Кроме этого, представители северного бизнеса рассказали Чибису о проблеме конкуренции с федеральными сетевыми магазинами и поставщиками. По мнению ВРИО, условия работы в регионе должны позволять существовать и частным региональным компаниям, и сетевикам. Андрей Чибис пообещал по итогам отреагировать на вопросы и просьбы предпринимателей. Просто сдали с потрохами бизнесу полномочного. Дмитрий Барышев очень не нравится предпринимателям, хотя в своем недавнем отчете за 2018 год он, например, утверждал, что принимает письма и отвечает на них, мол, обратная связь налажена. Что ж, похоже, формат встречи, предложенный Андреем Чибисом, понравился бизнесу. Вот так в нашей группе отреагировала Марина Зарецкая, владельца сети заправочных станций в Мурманске, которая не раз становилась героиней наших материалов. Она пишет, первый из чиновников в Мурманске без пафоса пренебрежения поговорил с людьми без унижения и оскорблений. Все мы, конечно, лдовые бизнесмены, не верим в чудо, не строим иллюзии, но то, что на встрече с бизнесом не было омбудсмена по защите предпринимателей, показательно. И да, сколько развелось корпорации по развитию ассоциаций межгалактических сенатов для бизнесменов, не имеющих понятия даже, что это такое. Вот оно как. Что ж, давайте обсуждать, нужны ли такие встречи, могут ли они помочь и что наболело. В нашей студии предприниматель Роман Кулик и Ирина Котловская, не только предприниматель, но и председатель комитета по развитию женского предпринимательства, опоры России. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Рада вас видеть в студии. Ну что, мы заметили и все заметили оживление сообщества вокруг этой встречи. Вот взлагаете ли вы большие надежды? Кто первый? Давайте, наверное, Елена с вас начнем. Вы знаете, такие встречи очень нужны. Мы очень рады, что эта встреча состоялась. Подождите, это первая встреча? Такая встреча – это первая. Да, такого плана. Первая встреча за все время. Ничего себе. Вас порадовали. Но есть ощущение, что это к чему-то приведет? Есть ощущение, что налаживается диалог. Нас спросили о наших проблемах, о наших болях. Мы смогли открыто сказать, кого что волнует. Это дорогого стоит. Роман, вот с вашей точки зрения. Ну вот. Я смотрю, вы не оптимистичны. Многие называют такое поведение показухой. Вот вы что скажете? Нет, ну почему? Мы увидели руководителя в Рио пока области. Как бы его подход, ну, он настолько энергичный. То есть, как бы мне, конечно, такой подход импонирует. Но до конца не доверяйте? Собрал всех. Нет. Дело не в том, что не доверяем. Дело в том, что мы оцениваем, как бы, ну, будет ли в его силах, возможностях, скажем так, что-то изменить. То есть, как бы, я вот, допустим, так скептически отношусь. Вот. Потому что, ну, те вот проблемы, которые были вот озвучены, это даже не уровень губернатора Мурманской области. Но с проблемами с этими вы в большинстве согласны? Полностью. Все о чем говорили. Полностью согласен, да. То есть, основная проблема, которая, вот, там, по-моему, первая была озвучена, что именно вот проблема высокой себестоимости производства товаров, услуг на территории Мурманской области, она, по сравнению с другими регионами, то есть, как бы, она, де-факто, делает наш бизнес неконкурентоспособным. Делает неконкурентоспособным, соответственно, вот то количество малых и средних предприятий, которые у нас идет на количество людей, проживающих здесь, ну, одно из самых минимальных Мурманской области. Вот. Это все следствие. А следствие – это того, что, как бы, вот бизнес несет те обязательства, которые на него возложены, вот, законом о северных гарантиях. Ну, гарантии все равно нельзя отменить. Ну, ну, как? По-другому здесь же нельзя. Гарантии нельзя отменить, но надо понимать и другую сторону, что, когда вы делаете, значит, бизнес, как бы, неконкурентоспособным, он уходит с рынка, то есть, его де-факто не будет. Ну, вы какой-то выход видите. Надо искать какую-то золотую середину. Вот предложили налоги списать вот с этих... Ну, я не очень понял его смысл, как вот... Но идея была вот такая, у юриста, правда, юрист это был, он, видимо, кто-то ему сильно пожаловался. Ну, хотелось бы ознакомиться, как бы, не знаю. Я думаю, просто-напросто, что те гарантии, вот, с моей точки зрения, моя точка зрения, что, если на бизнес наложили какие-то дополнительные гарантии, да, то есть, вот эти суммы какие-то ему должны государство компенсировать, потому что, в принципе, эти гарантии несет государство, а выполняет их бизнес. Вы помните, в прошлом году, когда было решение Конституционного суда о минимальной зарплате и приравнять полярский коэффициент резко выросла вот минимальная зарплата у бюджетников. С чем столкнулась Мурманская область? Что у нас, даже у государственных служащих, там, работников, очень многих... Просто не было средств, чтобы выплатить деньги. Да, то есть, им бюджет, он заложил одни суммы, вступает решение Конституционного суда, в бюджете Мурманской области не хватает средств. Бюджет что сделал в Мурманской области? Обратился в федеральный центр, как-то компенсировать, не помню, там, 2 миллиарда или сколько, для того, чтобы выровнять бизнесу. Никто это не конверсирует. Вот, то есть, он уменьшает свою прибыль, он неконкурентоспособен, он уходит с рынка. Но лично на вашем бизнесе как это отразилось? Я еще сейчас хочу сказать, что вот-вот присоединится к нам эксперт из Москвы, я хочу спросить, есть у нас уже связь с Москвой? Пока нет, поэтому расскажите, на вашем бизнесе как это отразилось? Вот эти 52 дня, плюс еще вот эти надбассы северные. Вот, у нас группа компаний, как бы, в том числе одна перерабатывающая компания, рыбоперерабатывающая, да, то есть, как бы, то есть, у нас основная статья затрат, это заработная плата и платежи с нее работников. То есть, работает на предприятии 72 человека среднесписочные. Вот, я сравниваю, допустим, скажем так, ну, мы производим филе, да, точно так же производят филе, там, предприятия, там, в Подмосковной области, там, в Санкт-Петербурге, там, где-то. То есть, количество людей, вот, ну, примерно одинаковое работает. То есть, это января 2018 года вы платили столько, а теперь платите? Нет, мы всегда платили повышенные взносы. То есть, мы как-то выкручивались за счет того, что у нас была, допустим, ну, часть продукции шла охлажденно. То есть, как бы, у нас было конкурентное преимущество какое-то. Вот, оно частично позволяло нам прожить. Но себестоимость вот производства у нас продукции, она выше по сравнению с теми, которые, предприятиями, которые расположены в средней полосе. Вот, давайте подумаем, как можно решать эту проблему о региональной северной экономике поподробнее. У нас на связи профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы Сергей Раевский. Прямая связь из Москвы по телефону. Добрый вечер, Сергей Васильевич. Добрый вечер. Здравствуйте. Сергей Васильевич, малый и средний бизнес жалуются, что очень трудно работать и ставить адекватные цены на товары и услуги в условиях севера. Из-за территориального удорожания. Отпуска увеличены, зарплаты повышены. Вот все это безнадежно или предприниматели знали, на что шли? Ну, в общем-то, это естественное положение дел, связанное с определенными, ну, скажем так, неблагоприятными климатическими условиями. Это, во-первых. Во-вторых, отдаленность региона Крайнего Севера от основных экономических центров, что удорожает продукцию, которая необходима для производства каких-то товаров на этих предприятиях. Безусловно, это все всегда было удорожающим фактором. Но эти факторы можно, как говорят, элиминировать, то есть определенным образом снизить, если для предприятий малого бизнеса, функционирующих в условиях отдаленности, будут, как это принято во многих странах, определенные преференции, определенные льготы, которые бы стимулировали их деятельность. Но на сегодняшний день, получается, преференций не хватает действующих. Да, безусловно. Потому что, на самом деле, известная практика, когда в каждом регионе других странах существуют десятки соответствующих фондов поддержки, которые либо оказывают поддержку с точки зрения упрощения процедур административных финансовой поддержки, либо создают условия по развитию инфраструктуры, обеспечивающей развитие предприятий малого бизнеса. Я наблюдал, когда бывал в ряде территорий в других странах, когда государство, прежде чем малый бизнес заходил на эти территории, создавало для этого соответствующие условия. И подключение к сетям, обеспечивающим деятельность этих предприятий, было, конечно, по более льготным ставкам, более, скажем так, приемлемым условиям. И тогда, безусловно, малый бизнес может спускать конкурентоспособную продукцию. Это раз. Сергей Васильевич, главный еще вопрос. Не так много у нас времени. Есть ли предпосылки, что государство повернется к бизнесу на Севере и все-таки чем-то подобным поможет на сегодняшний день, в 2019 году? Предпосылки есть. Буквально 1 апреля состоялось заседание правительства Российской Федерации, которая рассматривала национальный проект по поддержке малого и среднего бизнеса, по которому до 2023-2024 года планируется финансирование примерно 500 миллиардов рублей. В этом году эта сумма будет 25-30 миллиардов. Но главный момент здесь, как отмечалось на расстоянии правительства, и потом на выездном заседании соответствующей группой поддержки малого бизнеса в Перми, это участие и консолидированное участие и местных региональных властей в этих программах и готовность принять эту поддержку. Потому что софинансирование для развития малого бизнеса, оно может быть в том случае, когда не только федеральный бюджет, где запланированы средства, но и региональный бюджет должен выделять определенные средства для поддержки малого бизнеса. Спасибо большое, Сергей Васильевич. К сожалению, у нас совсем не остается времени. Спасибо за комментарий. На прямой связи из Москвы с нами был Сергей Раевский, профессор Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Вот скажите, Ирина, вот сейчас говорили о поддержке. Действительно ее не хватает? И вот ввести какие-то дополнительные вливания денег, они бы сейчас помогли? Или все-таки надо менять всю эту систему с северными надбавками, удорожанием? Конечно, нам тяжело, малому бизнесу очень тяжело работать. И отпуск 52 дня, и все это накладывает, естественно, на себестоимость, как мой коллега сказал, и мы становимся неконкурентоспособными. И если нам помогут, если нам дадут какие-то льготы, если какой-то зачет налогов будет происходить, это все, конечно, безусловно, нам поможет и облегчит нашу жизнь. Так вот все-таки надо зачет налогов или еще субсидии денег и вливания сфонда? Да, и субсидии. Мы будем рады разным вариантам. Если нам предложат, мы будем принимать эти варианты, рассматривать их. Роман, я знаю, что еще совсем недавно, вот, по-моему, не прозвучала эта тема на встрече с губернатором, еще совсем недавно была другая проблема, вы тоже о ней говорили, арендная ставка на землю. Которая увеличилась в 2015 году. Мурманские, да. Эта проблема до сих пор актуальна? Ну, проблема актуальная. То есть, ну, допустим, это моя точка зрения, что арендные ставки в городе Мурманске, земли, они не отражают той доходности, которую, скажем так, здесь несет бизнес. Поэтому, ну, их просто подняли, как бы, когда мы вот бучу подняли небольшую, да, то есть, как бы, переменили методику, посчитали коэффициенты, заново переделывали, но в итоге пришли к тем же цифрам. А что это за цифры? Вот мы пока говорим, ничего не понятно. Ну, я имею в виду обывателю, который смотрит сейчас нас по телевизору, думает, да что этот бизнес? Только и жалуется, вечно ему что-то не так. Давайте конкретные цифры, на сколько подняли? Давайте конкретные цифры. Вот, значит, мы, вот у нас холодильник примерно 12,5 тысяч квадратных метров территории занимает. Ну, это общая территория, соответственно. Если можно, чуть побыстрее, это за 30 секунд. Пятно застройки, пятно застройки, там, около, там, 3 тысяч квадратных метров. Вот, мы за него платили всегда примерно, там, 500-600 тысяч арендную плату города. Вот после... После поднятия ставки. Поднятия, да. То есть, у нас ставка вылезла, там, 2 с чем-то миллиона. И вот я предлагаю продолжить об этом говорить после рекламы. Не переключайтесь. В прямом эфире настоящего северного программа «Вовремя» в студии Сергей Ширяев и Татьяна Куфенко. Спасибо, что смотрите нас. Вместе с нами по-прежнему эксперты бизнес-сообщества Роман Кулик и Ирина Котловская. Мы продолжаем обсуждать встречу Андрея Чибеса с предпринимателями, которая состоялась во вторник. Ну вот, вернемся к вопросу о росте. Тут удивляются комментаторы. Что, аренда земли возросла в 5 раз? Алексей Менщиков пишет. Ну, там побольше даже было. Мы, кстати, свой... Так судились же, вот я помню. И даже пароходство судилось. Ни до чего не дошлось. Судились. Ну, скажем так, с принятием методики уже ничего не... Ну, вариантов других в городе Мурманске нет. Нам относительно повезло, потому что мы находимся в портовой зоне. То есть, как бы... И за это время, как бы, эта территория отошла, скажем так, к федеральным структурам. Там совершенно другая формула. Там оценка кадастровая, умноженная на коэффициент. Ну, ты получаешь наставку, получаешь свою эту. То есть, и мы обратно вернулись по платежам, в принципе... Ну, это вам повезло. Ну, это нам повезло. А есть те, кому не повезло. Я еще хочу подключить сейчас к нашему разговору еще одного эксперта по телефону из Москвы на связи со студией Алексей Калинчук. Человек, которого прекрасно знает наш мурманский малый и средний бизнес. Так как в прошлом Алексей руководил бизнес-инкубатором. Ныне Алексей директор по акселерации фонда Сколково. Добрый вечер, Алексей. Да, всем приветствую. Здравствуйте, Алексей. Расскажите нам, пожалуйста, после Мурманска вам удалось поработать в Казани. В Иннополисе. Да, в кузнице бизнеса, можно так сказать. Сейчас вы в Сколково. Почему все же другим регионам удается развивать малый бизнес, а вот нам почему-то по-прежнему нет? Нам приходится с губернатором встречаться. Вот так вот. Ну, смотрите, малый бизнес бывает разным. Если говорить про инновационный, то он требует достаточно высокой концентрации технологических компаний, денег, то есть инвесторов, государственных или частных. И чтобы это все было желательно в какой-то одной локации. Поэтому сегодня в России есть инновационные центры, фактически в основном в городах-миллионниках, таких как Казань, Новосибирск, Питер, Москва. Потому что вот эти вещи исполняются регионам численностью меньше. Нужны мостики. Нужно больше мостиков строить к инновационным центрам, которые лежат ближе всего. Наверное, для Мурманска это будет Петербург. И, собственно, вот такой вот может быть как бы путь, такой рецепт. Ну, это как бы такой, наверное, универсальный совет. А конкретно, безусловно, даже в регионах, где нет такой концентрации, например, вот есть хороший пример города Самары, необходимо отстраивать полный цикл, буквально от школы до первых бизнес-шагов, цепочку поиска атласового молодежи, поиска атласовых проектов, чтобы у них вообще были шансы появиться и чтобы, если они даже появились, то могли выжить и продолжить развитие. Вот вообще кажется, что да, сейчас будущее за инновационным бизнесом, за IT, а мы все время здесь в Мурманске говорим все про одно, услуги, рыба, все такое. Конечно, хорошо и нужно, но на двигатель иногда кажется, что не похоже. А ведь Мурманская область могла бы, могла бы стать тоже своеобразным центром-кластером. У нас есть переизбыток электроэнергии, например, холодно, можно дата-центры, например, строить. Вот что еще может нам помочь? Может быть, пора строить этот кластер? Смотрите, да, интересный вопрос на самом деле, что когда ты находишься в городе, то вот разговоры людей про инновационные проекты, я сам был в этой роли, скорее воспринимаются неким эфемерным способом. И, в принципе, они этим эфемерными словами остаются до момента, пока не появляется, например, большой структурный проект, или когда не появляется конкретный мостик, или конкретная вертикаль, связанная, например, с каким-либо заказчиком внутри региона, вне региона, вообще из другой страны. Именно вот такие вот тяги, такие вот потенциальные вертикали, может быть, даже связанные с традиционным бизнесом, подтягивают под себя технологическое развитие. Потому что, конечно, говорить, что взять просто и в чистом поле построить инновационную экономику в регионе, крайне тяжело. То есть, в любом случае, нужно здесь и со стороны, скажем так, активных проектов, и со стороны власти, отстраивать вертикаль и осознанно, и в первую очередь, наверное, на старте прямо в ручном режиме. Инновационный проект без заказчика, он бессмысленен, как бы он ни был инновационный. Пока заказчик у нас... Здесь, конечно, наверное, инновации в такой стоят более плохой роли, потому что традиционный бизнес запустить проще и легче для технологических проектов нужны более сложные и кадровые обеспечения, и вообще степень занятия технологий, вообще понимание необходимости со стороны самого заказчика. То есть, обычно, крупный бизнес... Чтобы уж не обижать традиционный бизнес, ему все-таки, надеюсь, еще есть место-то в двигателе экономики в МСП. В малом бизнесу или крупном бизнесу? В малом, в МСП. МСП, безусловно, есть. И, в принципе, ну, как бы, на мой взгляд, ну, не надо делать фокус на инновации, если, ну, не появляется каких-либо вертикалей. То есть, с этим МСП-шком, ну, вообще, в принципе, да, то есть, зеленый свет должен быть, да, максимально в регионе. И, может быть, даже какой-то процент из них будет подхватывать какие-то инновационные технологии. Вот. Сказать, что надо прям бросить все и заниматься инновациями, на мой взгляд, нет. На мой взгляд, нет. Ну, что ж, спасибо большое, Алексей, за комментарии, за мнение. На прямой связи из Москвы Алексей Калинчук, директор по акселерации фонда Сколково, был с нами. Я еще хочу спросить у вас, Ирина. Был Радик Сафин, руководитель опоры России в Мурманской области. Вы представляете тоже опору России сегодня. Чем вы помогаете бизнесу? Все-таки общественная организация, чем удается помогать? Ну, опора России в первую очередь это площадка, где могут встречаться представители малого и среднего предпринимательства и представители власти, чиновники. И как раз на этой площадке происходят диалоги. Потом представители опоры России могут вносить свои предложения в законопроекты, делать предложения. И они рассматриваются на самом высоком уровне и принимаются решения. Какие сегодня есть предложения в разработке, что нужно сделать, чтобы в лучшую сторону изменить ту ситуацию, которая сегодня происходит у нас в малом бизнесе? Перестать душить, наверное. Я всегда слушаю только такое. Нет, ну потому что, смотрите, у нас есть субсидии, у нас есть бизнес-инкубатор, у нас есть гранты различные, которые можно... Вот про субсидии, кстати, у нас встреча там североморские предприниматели были, вот они рассказали, там, что 500 тысяч грантов выделено было за год. Это очень мало, да. Что это такое? 500, говорит, там, ну на пятерых там разделили. В смысле, 500 тысяч рублей на... На пятерых там. На пятерых там. Ну по сотке каждому. Вот раздали и... Да, кто-то купил там себе объектив, как сказали, потом обанкротился через год и все. То есть получается, не совсем серьезно, а на деле другого. Не совсем серьезно, да. И получается еще, допустим, для молодых предпринимателей, для тех, кто только готовится стать предпринимателями, проводится обучение, даются какие-то гранты, какие-то денежные, скажем так, вливания происходят. А для людей, которые уже работают много лет, этого, ну, практически нет. Вот поэтому хотелось бы, чтобы и для предпринимателей, которые работают даже там десятилетиями, да, чтобы для них тоже были какие-то программы, чтобы их обучить, образовать, помочь. Может быть, тоже какие-то гранты, какие-то конкурсы, да, где можно было бы, допустим, там, в какой-то сфере посоревноваться, представить какой-то хороший проект, его защитить, получить грант и развивать. Чтобы слышали всех. Вот мне интересно, Роман, вы все-таки переработкой занимаетесь, добыли проблемы с арендой. Сейчас есть проблема с северными, всегда есть. Проблем. Вот, но сплошные проблемы. Есть ли хоть какой-то бизнес, вот, Ирина, к вам тоже вопрос, какая-то сфера бизнеса в Мурманской области, которая все-таки чувствует себя более-менее неплохо? Куда еще другие предприниматели, которые не стали вашими коллегами, могли бы пойти? Ну, вот смотрите, ответ был, кстати, вот на этой встрече. То есть мы, вот я для себя даже так удивился, что сколько там было туристических компаний. То есть они все в один голос говорят о том, что это растущий рынок. Но только налоговики давят. Да, вот это вот распишите марку машины, цветы, и прочие допросы. Я вам про своих налоговые отношения не буду рассказывать. Это значительно хуже. А кто обидится. Да, то есть, кстати, вот такая же вот тоже проблема в новом бизнесе и старом. То есть тот, кто дольше всех работает, кто постоянно на виду, к нему чаще ходят. Вот к нам ходят налоговая инспекция каждые три года. Это святое. Каждые три года нам выкатывают какую-нибудь сумму. Потом мы два-три года судимся. причем все суды мы пока выигрываем, пока нам возвращают эту сумму. Но это время. И нервы. Нервы, людские ресурсы, которые тратятся не на то, чтобы развивать что-то свое, а на взаимоотношения с органом надзорным. Все, мы предоставим согласен. Опора России спорит с надзорными органами? Приходилось отстаивать права помогать? Нет. Пока нет. К счастью. К счастью, да. На самом деле я соглашусь с коллегой. Судов в моем бизнесе слава богу нет, но раза два в неделю приходят письма различные с налоговой инспекцией с запросами что-то пояснить, почему налог рассчитан так, а не по-другому. И приходится сканировать, отправлять. То есть тоже бухгалтер тратит достаточно много времени, а если у предпринимателя, например, нет своего бухгалтера, то приходится предпринимателю заниматься всем этим вместо своей предпринимательской деятельности. Конечно же. Еще есть такой очень важный момент, как очень часто изменение различных формуляров документов отчетности. Непонятно, как это делается. российская старая добрая. Казалось бы, один и тот же документ, все то же самое, но где-то там какая-то запятая, где-то какая-то цифра, и если документ не соответствует, он не принимается. Соответственно, нам постоянно приходится оплачивать услуги компаний, которые отслеживают и предоставляют вот эти вот документы. Я вот еще сейчас переживаю за рыбопереработку. Все-таки, раз Роман у нас есть в студии, можно спросить, а с сырьем есть проблемы? Но у рыбы все-таки не так и много. С сырьем есть проблемы. Ну, в принципе, если объективно посмотреть, то почти что все старые перерабатывающие компании, они ушли с рынка на сегодняшний день. Чего стоило только еще выступление Михаила Зуба? У президента сначала, потом еще много дней. Тем не менее, а вот он и ныне там. Он сейчас на банкротстве в Суденовской, я знаю, там процедура как бы... Проблема в том, что нет импортного или не нашего сырья. Ну, импортное, я же тоже сам Михаил Зуба завозил эту, потому что он не мог, скажем так, договориться здесь с поставками. Но их не хватает. То есть как бы... Есть прибрежный промысел, его, в принципе, ну, по моему мнению, не хватает объемов тех, которые на Мурманск. Мало того, вот после 2014 года, вот девальвация, когда первая произошла, крупная, обострилась проблема... И антисанкции, кстати. То есть обострилась проблема в чем, что мы лишились свежей рыбы, то есть норвежский лосось, тот же самый, норвежская муева свежая, которая заходила сюда. То есть мы ее лишились с одного момента, а заместить ее нечем было. И получается, все эти стали забирать охлажденную рыбу, которую могли поставить только наши прибрежники. А они, в принципе, единственные, кто могут там на северо-западе поставить свежую рыбу, морскую. Вот. И получается, того сырья, которого изначально мало было, ну, его вообще не стало, оно пошло в розницу, а морская рыба, она просто за счет более высокого курса уехала за границу вся. И вот такая ситуация. Так что прибрежники наши сейчас снабжают и мурманчан, и Россию всю, и перерабатывающие предприятия. Вот я предлагаю... Хотелось бы им побольше квот. Эти все вот тоже вопросы, жалобы, чтобы тоже добавили. Надеюсь, кто-то из администрации областной все это тоже смотрит и внимательно записывает. Все-таки в соцсети мы транслируем, а соцсети там любят. Спасибо большое, что пришли. Время у нас подошло к концу. Будем следить за тем, как будет ли поворачиваться у нас власть к предпринимателям. Будут ли изменения. Надеюсь, поменяется. Поживем, увидим. Хотя бы буду слышать. До встречи. Спасибо. Итак, я хочу напомнить вам, что если вы хотите предложить нам тему для обсуждения, пишите на адрес электронной почты вовремя.собачка.tv21.ru Звоните по телефону 400-870 и пишите нам во всех соцсетях. ТВ-21 есть везде. На этом наш выпуск завершен. В студии с вами были Сергей Ширяев и Татьяна Куфенко. Увидимся через неделю, в пятницу, вовремя, на ТВ-21+. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин